Волощук Уважаемые любители рок-музыки, где бы мы не бывали в своих рок-путешествиях, мы обязательно посещаем местный рынок. Не продуктовые супермаркеты, а именно рынок. Ведь рынок, где приобретают продукты для себя местные жители, на мой взгляд, красноречивее всего говорит и о вкусовых предпочтениях местного населения, и об уровне цен, и об уровне их жизни. Поэтому первая цель посещения подобного места познавательная. И вторая цель – это покупка каких-нибудь местных деликатесов, для того, чтобы устроить себе ужин не в очередном ресторане, а в гостиничном номере. Это тоже одна из традиций наших рок-путешествий. Благо номер Волощуку СД, как знаменитой российской рок-звезде, предоставили президентский, со спальней, кабинетом и большой гостиной. И с таким же большим столом в этой гостиной, за которым свободно и комфортно размещалась вся наша рок-группа, то есть вся семья Волощуков. Вот и здесь, в Петропавловске и Камчатском мы проделали эту процедуру, посетили местный рынок. Благо он был неподалеку от нашей гостиницы «Авача», по сути дела через дорогу. Конечно же, в этом рыбном крае рынок можно по сути дела назвать рыбным. Здесь рыба представлена во всем Камчатском разнообразии. Но вначале мы решили посмотреть на ассортимент и цены на овощи и фрукты. И здесь радостного должен сказать маловато. Первое. Ассортимент не широк, и это понятно, практически все привозное. И второе. Цены в связи с этим привозом, конечно же, кусаются. Все не дешевле, а то и дороже, чем в Москве. Назову цены на основные овощи и фрукты. Картошка пакистанская 90-100 рублей за килограмм. Картошка местная 50-70. Капуста 70-90 рублей. Свекла 50-70. Морковь 100 рублей в среднем. Лук от 60 до 100 рублей. Помидоры китайские, без запаха и вкуса. 180-200 рублей. Помидоры черри 320-350. Помидоры более-менее приемлемые на вкус и вид 500-600 рублей. Огурцы орловские 550 рублей. Огурцы мордовские 500 рублей. Баклажаны турецкие 600 рублей за килограмм. Перец болгарский 250-300. Зелень в среднем 100 рублей за 100 грамм. Кинза, петрушка, лук. Фрукты. Яблоки воронежские 180 рублей за килограмм. Груши 280-350. Ананасы 200 рублей за килограмм. Апельсины 180-200. Помела 300. Грейпфрут 200-220. Гранаты 300. Яйца 120 за десяток. Цены на колбасы как в Москве, но только в Москве вкуснее. Свинина местная, свежая, охлажденная. От 400 до 600 рублей в зависимости от места туши за килограмм. У нас такие люди, что очень приятно. Ну узнают люди рок-звезду российскую. Узнают. Узнают. Говорят, приятный у вас голос. Музыка великолепная. Слушаем с утра до вечера. Ну а что делать? Вот такой вот. С приятным бархатным голосом. Скажите, а вам очень нравится музыка рок-группы Волочука СД? Да. А? Вот так вот. Мы часто слышим. Вот. На Камчатке знают рок-группа Волочука СД. А скоро я специально придумал песню про Камчатку. Отлично. Если дадите телефон, пришлю вам. Окей. Давай. Уважаемые любители рок-музык. Я же специально для Камчатала придумал песню про Камчатку. Скоро, я надеюсь, это станет гимном Камчатке. Ну а как? А то все Дмитрий Ревякин для Дмитрия Ревякин. Ну пора уже Волочука СД слушать здесь про Камчатку. Вместо автографов я в последнее время оставляю визитки свои. Вот такие скромные. Звезда. Просто рок-звезда. А тут вся информация обо мне. Я же скромный человек. Я много о себе не говорю. Ну просто рок-звезда. Ага, звезда. Русская рок-звезда подарила свою визитку. Но не пожалела, оторвала от души. А поклонники довольны. Ну что им делать? Тут вот богатства камчатские, которые океан дарит нам, русским людям. Щедрый тихий океан. И про него я спою. Про его щедрость. Вот вставлю специальные слова про щедрость тихого океана. Кто продаст нас самые вкусные икры? Я. Вы как вас зовут? Наргиз. Наргиз. А мы только посмотрели певицу Наргиз на пелого кашу по телевизору по НТВ. Вкусно. А это вот нерку дали мне? Нерку. Ага. Чавыча. Чавыча я обязательно возьму. Я думаю, нерки взять может. Чавыча я люблю. Нам вот две чавыча и две нерки. Уважаемые любители рок-музыки, ну что в Камчатке везти надо? Ну конечно же. Икорку. Чавыча, моя любимая. Обожаю. Крупную икру. Люблю. Ну и нерка. А нерка, она такая как маслица. Тает во рту. Тоже хороша. На любителя. Ну и возьмем крабиков. Здесь они дешевле, чем в Москве. Так что везем икорку, и крабиков. Ну и возьмем немножко корюшки. Мягенькая, хорошенькая. Вот она. Может чавычки пройдемся возьмем еще? Крупненькая, а? Чавычка. Хорошая. В меру посоленная. Уважаемые любители музыки. Чавыча это царская. Из лососевок царская. Берем чавычу. Берем корюшку. Потому что камчатская корюшка. Во. Под пиво. Жаль, что я не пью. А так она и изумительная. Ну, друзьям раздадим. Наргиз предложила нам все сложить в коробку, упаковать. И таким образом издать в багаж. Ну, это же великолепно. А в коробку-то больше поместится. Поэтому решил взять еще парочку палтуса. Смотрите, какая красота. А, с него аж масло капает. Ну, царская рыба. Что сделать? Мы же цари рок-н-ролла. Поймите. Нам нужна царская рыба. Нам другая не нужна. Только царская. Правильно, Наргиз? Я же похож на царя или нет? Похоже, говорит. Прямо говорит, не отличить. Вылитый царь. Ну, куда деваться? Ну, такой вот человек. Что я могу сделать? Ну, она похожа на царя. И что? Наргиз предлагает отведать масляную рыбу. Я люблю ее. Масляную рыбу. Но мне же нельзя. Я же худею. Я же худею. Я тоже худею. И Наргиз худеет. Но все равно предлагает, провоцирует меня на то, чтобы яросовские. Идят люди. Провокаторы. Во рту тает под пюрешечку. Давайте. Одну. Друзьям будем дарить. Потому что мне же есть нельзя много, поймите. Мне же скоро на сцену. На гастроли приезжать в Петропавловск. Зажигать тут в доме офицеров. Чего вы, тебя, во. Икра и та, и та. Класс. Это все Виталий подсказал нам самого лучшего продавца. Наргиз. Да. Теперь будем знать, у кого покупать. Пролетай, будем брать. Мы постоянно все туристы проходят через Наргиз города. Ага, проверенная продукция. Поэтому туристы наши должны кушать только правильно. О! И вкусно будет. Особенно рок-звезды. Особенно рок-звезды. Вы поняли? Недопонимают люди. Ну что ты сделаешь? Ну ничего, мы вам объясним, ребята. Не переживайте. Все будет хорошо. Хорошо. Давай. Уважаемые любители рок-мозыки. Они как узнали, что рок-звезда прилетела из Москвы. И еще больше стиху сделали. Если мы тут Крабиков покупали позавчера по 5 тысяч за килограмм. Сегодня по 4 400. Упаковывают. Все как положено. В дорожке. Чтобы не растеклась. И корка. Все в термопакетике. Чтобы довезли. Чтобы так все было. Сервис. Сервис тут. На высшем уровне. Уважаемые любители рок-музыки. Ну красота. Все. Наргиз. Рок-н-ролл forever. Окей. Спасибо. Давай. Уважаемые любители рок-музыки. Ну все. Выходим с колхозно-рыболовинского рынка. Рыбой затарились. Икрой затарились. Крабом затарились. Корюшкой затарились даже. Свеженькой. Мягенькой. Кофе. Вы думали это я? Под пиво взял себе под корюшку? Нет. Это кофе. Латте. Мой любимый. Но вернемся к рыбе. Несмотря на то, что это рыбный край. Рыба здесь не дешевле, чем в Москве. Цены либо такие же, либо даже дороже. Приведу цены на деликатесные копченые рыбы. Палтус холодного копчения. От 1300 до 1500. Корюшка. 1100. Омуль. 1200. Чавыча холодного копчения. 1800-2000. Нерка. 1000. Белорыбеца. 1500-1600. Масляная рыба. 1800 до 2000. Но и сельдь соленая не дешевле, чем в Москве. 160-180 рублей за килограмм. Икра лососевая за килограмм. Горбуша 4000. Нерка 5000 свежего нереста. Чавыча 6000 рублей за килограмм. В среднем. В принципе, цены такие же, как и в Москве. Единственное. Мясо краба в собственном соку на центральных рынках Москвы, типа Усачевского рынка, значительно дороже. И в Москве на рынках, конечно же, все это камчатское богатство есть. Но находясь здесь, грех не попробовать рыбки свеженькой, прям от моря океана, в котором ее и поймали. Поэтому мы приобрели себе для ужина в гостиничном номере и чавычи, и палтуса, и масляной рыбы, и кильки, и мясо краба в собственном соку, и, конечно же, и крынерки свежего нереста. Уважаемые любители рок-музыки, ну вот когда вы уже наелись во всяких ресторанах, обожрались, уже не лезет всякая вкуснятина, а? Что тогда нужно делать? Тогда нужно организовать такое, говорю, местное застолье из подручных материалов. В магазинчик сходите купить всякой вкуснятины. И что здесь, Петропавловск и Камчатского, я бы отметил. Колбасу они делают не очень. Вот в Москве очень вкусная колбаса, в Питере очень вкусная колбаса, но зато рыба любая, палтус, чавыча, корюшка, очень вкусная. Кальмарчики, видите, все великолепно. И что бы я еще отметил, они очень хорошо делают горчицу и хрен. Великолепные просто, очень вкусные. Ну вот, так что давайте, за то, чтобы смекалка нас никогда не подводила, вот за вот это, давайте. Ну и, конечно, с чего хочется начать? Самого главного блюда Камчатского, с крабиков. Вот они, красавчики. Ну, ну, вкусные, свеженькие, хорошие. Ну вот и все, уважаемые любители рок-музыки. Рассказ про ужин в номере закончен. Ужин, конечно же, был вкусным и запоминающимся. Особенно понравилось мясо краба и свежайшая икра нерки. Но выводы после посещения Камчатского рынка неутешительные. Цены на овощи и фрукты дороже, чем в Москве. И зачастую намного дороже. И даже местная рыбная продукция, которая, казалось бы, должна быть намного дешевле, чем в Москве, на самом деле стоит столько же, а то и дороже. Думаю, что по цене она недоступна для многих местных жителей. Может быть, на других камчатских рынках все это стоит и подешевле, чем на центральном, но вряд ли намного дешевле. То есть, жизнь здесь для жителей Камчатки дорогая. И если раньше в Советском Союзе здесь были очень приличные заработки у камчаталов в связи с северными надбавками, коэффициентами и дотациями из центра, то сейчас заработки такие же, как и на материковой части России. А цены на продукты значительно дороже, если не брать столицу. Поэтому отсюда идет отток населения. Если в 1991 году здесь проживало 273 тысячи человек, то сейчас только 180 тысяч. Нашему правительству надо срочно принимать какие-то меры по восстановлению престижа жизни на Камчатке, по созданию условий для выгодности ведения здесь бизнеса и в первую очередь туристического и гостиничного, а также предпринимать меры по повышению заработков и уровня жизни населения Камчатки. Иначе этот процесс оттока населения не остановить. А это чревато, учитывая близость Китая, Кореи и Японии, с их способностями размножаться и желаниями расширяться. Ну вот, на сегодня все. До встречи в следующей серии, уважаемые любители рок-музыки. Из жизни русской профессуры, Из жизни докторов наук, Истории вам без цензуры, Расскажет рокер Валащук.